Забавно, как в Польше начали меняться настроения. А именно, еще недавно куча местных генералов пророчила скорую победу над Путиным, тосты звучали каждый день, парад побед начался буквально на конец недели. Однако, что-то пошло не так, и вот как результат, куда-то стали пропадать разговоры про музейные путинские танки. Куда-то также потерялись хвалебные речи про могучую западную технику, которая вся такая новая, красивая и современная, что-то одного ее вида, российские солдаты должны были сдаваться в плен полками, а лучше сразу переходить на сторону добра, то есть примкнуть к западу. И вот дожили, оказывается, обещанное наступление на Путина вроде как бы есть, как сообщают местные СМИ, но как бы чуть-чуть идет медленнее, чем бы хотелось. Ну а теперь вообще все те же польские генералы сообщают, что наступление идет, внимание, наберите воздуха в грудь в режиме торможения. Согласитесь, после отрицательного роста экономики подобные словесные пироэты просто радуют своим творческим подходом. Впрочем, даже это ведь не все, ведь Польша одновременно успевает бороться с Россией, искать в режиме 2-4 на 7 путинских шпионов, а затем требовать денег от Берлина за все плохое и ради всего хорошего. Здесь, конечно, раз за разом даже дыхание от гордости за ребят захватывает, ведь оцените прелесть ситуации. Экономика страны валится со страшной силой, процесс диндустриализации виден уже невооруженным взглядом. Скоро зима, а от угля дешевого и очень хорошего из России Варшава-города отказалась еще год назад, так что дрова опять станут золотыми. Короче, проблем столько, что их надо как бы решать. Это для тех, кто ищет простые же пути. А потому Польша снова требует от Германии, которая и так валится в финансовую пропасть, снова денег. Так что бы сразу хватило на все. Еще больше ужасных подробностей, как обычно. Через пару секунд. Здравствуйте, друзья. Меня зовут Влад Серов. Я автор канала «Не конец истории». Из хороших новостей по рассказам друзей, даже ведущие популярной ток-шоу уже иногда так и говорят. Это не конец истории. Из не очень хороших, после отмены монетизации на Ютубе в России, особенно когда недавно нам еще и просмотры прикрутили, проект держится на честном слове и без вашей помощи, очевидно, никак. А между тем, несмотря на шутки за 200 наших самых постоянных зрителей, мне, чтобы вам было весело послушать несколько минут новостей, приходится их перебирать, находить то, о чем еще можно говорить, команде собирать ролик, рисовать обложку и так далее. Казалось бы, простое занятие, но это только так кажется. Поэтому мы очень надеемся, ведь вас много на вашу помощь. Номер карты и другие способы перевода вы найдете в описании к этому ролику. Не бросайте нас, ведь это не конец истории. Итак, в Польше везде стали искать российских шпионов, а потому запретили делать селфи на мостах. Сделаешь фото и отправишь девушке, можешь остаться в лучшем случае без телефона, сообщают местные СМИ. Ведь Путин не дремлет, и мало ли что можно увидеть на твоих снимках. Однако что самый веселый новый закон, который недавно приняли слуги народа, он как бы не дает списка тех объектов, которые... или на фоне которых фотографироваться нельзя. Типа это государственная тайна. Согласитесь, это просто прелесть. Закон есть, а подробностей нет, но зато можно себе всегда на ровном месте срок поднять. Впрочем, это мелочи, ведь Варшава готовится получить деньги от Германии, и даже приготовил уже большую лопату и большой мешок для золота и долларов с евро. И снова никаких шуток. Польский министр юстиции Збигнев Зебра прямо так и говорит. Пора уже, чтобы мы перестали обижаться на немцев, дать нам денег. И ему тут же вторит премьер-министр страны Матуш Моровецкий, рассуждая, что деньги богатого Берлина помогут польскому народу забыть старые обиды. Что прекрасно, потому что в эту игру можно играть вдвоем, и даже Россия может такие счета выставить, что мало не покажется. Впрочем, ребятам с их лютыми финансовыми проблемами уже ничего не кажется. И это, очевидно, не конец истории. Продолжение следует...